Вот мы наконец-то пошли к финишной черте. Сейчас нам остался последний этап создания нашей модели, это ее текстурирование. Переходим в программу Substance Painter. Я решил, что лучше мы будем провести всю работу здесь, так и здесь это делается гораздо удобнее, проще. В общем, гораздо большое количество преимуществ перед блендером. Открыли Substance Painter, либо мы могли открыть сразу наш сохраненный файл, который у нас находился в папке. С нашим мечом, вот этот вот. Либо же мы можем просто сразу открыть Substance Painter, открывать Open и открывать наш файл отсюда. Сейчас мы это все прогрузим. Например, еще, кстати, вам хочу пускать документ, как делать так, если, например, мы загрузили модель, но у нас здесь нету карт нормалей и ambient occlusion. Допустим, вот такой у нас ситуация сейчас. То мы можем выбирать здесь, либо уже из предположенных, потому что они у нас в редакторе уже есть, и мы можем загружать свои. Как загружать свои? Мы сейчас поговорим чуть позже, потому как мы эти туры все равно будем загружать. Перед началом работы давайте в этой же вкладке, вот здесь вот, изменим разрешение на 1К, потому что в 4К будет работать довольно медленно. Так, еще раз давайте пробежимся по навигации в программе. С зажатым альтом. Все махинации у нас происходят с зажатым альтом. Кстати, видите, когда я нажала альт, у нас всплывают все подсказки, что можно мы с этим делать. Нажимаем альт, левую кнопку мыши мы вращаем. Нажимаем альт и правую кнопку, ой, среднее колесико мыши мы перемещаем. Нажимаем альт и правую кнопку мыши мы масштабируем. Но также без альта мы можем просто, вращая колесико, мы также будем масштабировать и просто зажав, так, нет, так нельзя, да, только масштабируем такое действует, что без альта масштабировать можем и колесико. Вот. Следующее, где мы будем работать с нашими текстурами, это свои, называется layer по-английски. А я посмотрел в интернете, если мы сейчас глянем на наш референс, еще раз давайте на него посмотрим, смотрели мы на него уже много раз, то мы можем посмотреть, что лезвие мяча у нас состоит из дамасской стали, поэтому я нашел в интернете текстуру дамасской стали. Вот эта вот снизу часть, она как будто такое клепанное железо, я нашел нечто приближенное вот к этому. Вот эта часть и вот эти краешки обмоток у нас тоже подобрали для текстуры стали. Для заточки, я замечаю, здесь по краю ободка у нас есть небольшая заточка, она имеет чуточку другой цвет, тоже взял для нее другую сталь. Вот этот материал я взял как бронзу, примерно приблизительно цвет, и вот это вот насквозь. Черные полоски будем рисовать сами, текстура здесь не тракт, потому что, насколько здесь видно, просто полоса. Как добавляются текстуры в программу? Заходим в Substance Painter, в режим, во вкладку текстуры, это в принципе не обязательно перейти в вкладку текстуры, достаточно просто, вот любое окно открыто, чтобы было. Можем просто взять, выделить все эти текстуры и перетащить сюда. У нас открывается следующее окно. Что делаем? Мы должны указать редактору, что это такое. Это у нас все будет, ведь есть разные альфы, альфы позволяют нам создавать карты нормальной прямо там, мы, кстати, тоже этим, возможно, занимаемся. У нас существует текстура, что каждая из наших картин, что была загружена, это текстура. И последнее, что нужно делать, это вот здесь, на сколько сохранить, то есть на вот эту вот сессию, то есть вот если сейчас мы поработали, сохранились, вышли, все, наши текстуры пропадут отсюда. На модели они, конечно, останутся, но как использовать мы с ними не сможем. Если мы выберем этот пункт Project Swart, то есть пока мы работаем в нашем проекте, эти текстуры будут у нас отображаться. А последний пункт, это значит сохранить наседа, то есть каждый раз, когда мы будем открывать Substance Painter, у нас будет доступна эта текстура. Мы выберем пункт 2, потому что пускай она будет, пока мы работаем в этой сессии. И нажимаем импорт. Все, у нас импортировалось, есть текстуры. Теперь, как мы будем это все текстурировать. Сейчас, смотрите, у нас есть LRD. Мы можем задать какой-нибудь ему цвет, выбрать здесь, в этом пункте Properties Paint. Ниставим вниз. И у нас, когда мы дошли до настроек, у нас здесь Core, Height, Roughness, то есть это высоты, отражения, металл, не металл, нормальный и так далее. Вот здесь все это редублируется. И вот Base Color. То есть мы можем задать ему какой-нибудь цвет. Допустим, красный. И если, например, сейчас мы будем возить, то мы будем красить соответствующим цветом. Мы будем действовать таким же способом, но мы будем работать для вот этих вот текстур. То есть мы будем рисовать это все как Ctrl-Z и отменяю действие. То мы будем работать как бы обводкой. То есть мы будем использовать картинку в качестве цвета. Как это делается? Допустим, сейчас берем Дамаск. Кидаем ее в Base Color. Видите, вот сейчас я крашу. У нас появляется Дамаск. Но рисунок получается некрасивый, потому как он берет какую-то часть и в общем рисует и пытается что-то рисовать. И у него в общем ничего не выходит. Как мы будем с этим делать? Мы переходим в режим проекции. Вот этот пункт. Нажимаем на него. И вот сейчас, если мы нажмем... О, извиняюсь. А сейчас, если мы дождем в режим проекции вот здесь вот, опустимся ниже в Base Color, задаем нашу то же самое Дамаск. Вот у нас получилась такая текстура. Если мы сейчас колесиком... Ой, если зажать Ctrl и вообще колесико мыши, будем увеличить кисть. Вот. Если мы вот так сейчас проведем, то везде, где была вот эта наша текстура, у нас нам наложится. Но, например, мы же можем приближать модель, и у нас будет меняться ее размер, и из этого будет наложение совсем другое. И не то, что нам нужно. Как нам работать с этим? Чтобы нам менять наш трафарет, или как его правильно назвать, мы нажимаем клавишу S на калитуре. Убедитесь, главное, что раскладка калитуры у вас переключена на английском, потому что если будет русская, она работать не будет. Нажимаем клавишу S, левой кнопкой мыши мы вращаем, не опуская клавишу S, правой кнопкой мыши масштабируем и колесиком перемещаем. Давайте посмотрим на наш референс. Так, референс мы закрыли, его можно не закрывать. Так. Еще раз посмотрим на референс. Кстати, мы можем использовать программу PuriRef для референс, но это не так уж и важно. Она, короче, позволяет эту программу закрепить на каком-то положении объект, и нам все время поглядут. То есть он не будет поверх окон закрываться. Нам это не важно, это более полезно. Например, если мы используем какой-нибудь, как бы сказать, то есть моделируем, если нам постоянно смотреть скульптинг, то нам пригодилось. А так нет. Давайте посмотрим по референсу, что нам нужно делать. Вот если мы посмотрим, то по центру у нас здесь более такой масштабный рисунок. Давайте мы как раз его и нарисуем. Этот лейер мы можем удалить, создать новый. Здесь у нас проверим. Да, проекция работает. Приближаем, чтобы нам было удобно. Сейчас не бойтесь задеть края. Я покажу, как нам это все исправить. Зажимаем кайфшу S, увеличиваем нашу картинку. Так, и рисуем. Так, на это вот, смотрите, у нас текстура сейчас 1К. Если мы посмотрим... Давайте выключим наш трафарет. Если мы переключимся в режим 4К, посмотрим, что у нас. Видите, текстура сразу поменяла свое значение. Так что не бойтесь, когда вы увидите, что мы работаем с чем-то некрасивым. А если, например, мы возьмем вот это, у нас будет совсем какая-то мыльная текстура. Поэтому сейчас мы задаем, мы работаем. А затем на выходе у нас будет все красиво. Так, перемещаемся. Вот здесь стараемся, конечно, чтобы у нас рисунок... И, возможно, мы попробуем 4К даже поработать, если нам позволят компьютер. Так, уменьшаем размер кисти. И рисуем. Видите, у нас... Нас сейчас интересует только главная канавка. Здесь мы, конечно, можем все вручную еще вот так провести. Так, давайте выключим трафарет, чтобы посмотреть, как у нас путь. Нам главное, чтобы на стыке в путь. Нам нужно учиться умудряться так, чтобы стыки текстур у нас происходили одинаково. Мы можем... Вот сейчас, видите, я попал четко в текстуру. Поэтому мне сейчас не страшно вести по ней. Я могу вот так проводить это все. Она у нас, видите, текстура хорошая, повторяющаяся. Вот нашим хорошим ориентиром может сужить вот эти вот... Так... Сейчас мы постараемся попасть... Вот так вот. Хорошим ориентиром нам для текстурирования могут сужить эти вот полосы. В данном случае я сейчас перемещаю не трафарет. Я с помощью альта и колясика мыши перемещаю нашу модель. Так, текстурируем. Повторяю еще раз. Не бойтесь, если из этой края... Потом мы это все покажем. Как это все исправить. Идем до тех пор, пока мы с вами не увести в белый край. То есть... Идем, в общем, до самого нашего наконечника. С такими текстурами, с рисунками... Вот как вы видите, вот здесь даже с дамазской стали... Тоже несложно работать. А если, например, как у нас был материал бронзы, там вообще все элементарно просто. Так, в общем, все. Мы дошли до конца. Вот из нашей канавки мы уже выпущем трафарет. И как мы будем делать так, как я говорю, чтобы у нас не было вот этого ничего лишнего. Кстати, вот здесь мы пропустили некоторые места. Давайте включим мой зону трафарет. Так, жалко, что я его сейчас подвигал. Что вот здесь в некоторых местах у нас... Так. Это вот уже мой личный недочет. Из-за того, что я сдвину модель, уже тяжело мне выпасть в рисунок. Так. В принципе, нормально. Так, да. Вот, кстати, еще тоже не докрасил. Не повторяйте моих ошибок и прокрашивайте все сразу, чтобы вам потом не пожилить. Это вот сейчас подгонять под рисунок. Так. Искать примерные линии, потому что это довольно непонятно. Так. Все. Теперь переходим к тому, как мы это все делаем. Мы выбираем наш вот этот... Кстати, можем посмотреть, сзади у нас тоже все красится. Выбираем наш layer, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем add back mask. То есть добавляем черную маску. На этой черной маске у нас с вами как раз мы будем начать те места, где у нас будет накладываться наша текстура. Мы выбираем пункт add paint. И здесь мы можем красить мышью, где у нас будет проявляться наша текстура. Видите, мы текстуру проявили в тех местах, но нам это не нужно. Мы можем, конечно, проще сделать так вот. Мы можем выбрать сюда этот пункт и выбирать по полигонам. То есть мы задаем, щелкаем сюда. Вот так вот. И мы четко указываем, какие полигоны нужно покрасить. Это довольно быстро и удобно. Таким образом мы быстро задали текстуру нашему мячу. Вот в некоторых местах... Так, сейчас, секундочку. Вот как здесь у нас видите заужается, можем перейти в режим треугольников. ой, то есть не так. Так вот так. Тоже не подходит. Ну ладно, здесь придется вручную кистью поработать. Не страшно, в общем-то. Все, вот это мы задали. Основным допресс нам, кстати, ну и не, кстати, не нужно. Да, переходим в режим кисти. Уменьшаем размер контру и колесико мыши. Прилежаешь на такое расстояние, как нам удобно, и рисуем. Можем, кстати, выбрать себе в качестве альфы не сферу вот такую вот скрубленную, а что-нибудь пожестче. То есть это тот объект, который мы будем рисовать. Можем просто вот здесь посмотреть эти альфы. Нам нужно что-то такое квадратное, желательно. Что-то без скрублений. Либо мы же можем как это это кажется она. Да. Мы можем рисовать тем же кружочком, только мы увеличим его жесткость до максимума. Кстати, вот этим максимумом мы могли также рисовать текстуру. Потом мы, конечно, это все будем сглаживать. Пока мы так грубо намечаем границы. Вот как видите, вот если вот таким способом текстурировать, задавая уже конкретные текстуры, это, в принципе, не такой же сложный процесс. Но если у нас какая-нибудь фэнтезийная модель, на которой текстуры вот таким образом не найти, то это будет гораздо сложнее, потому что текстуры придется создать процедурно, либо же самому вручную это все рисовать. Это не каждый сможет, потому что рисовать текстурам нужно учиться. Это еще нужно потратить очень, довольно большое количество времени для того, чтобы полностью познать этот навык. а если у вас нет времени на это изучение, то может я так сейчас сделаю, это я. Безусловно, если вы собираетесь стать 3D-шником, вам нужно будет учиться этому навыку, в том числе и мне, но пока что в этом нужды у меня нет, поэтому можем обходиться таким способом. вот это вот все. Теперь нам нужны вот эти края получаются и что кнопка позволяет нам центрироваться на объектах. Так вот здесь это емот и все. Здесь можно нам жесткость теперь поубавить, чтобы создать плавный переход. Если у вас есть графический планшет, это делать на планшете, если вам удобнее рисовать на планшете. Принцип работы этот не отменяет, можно работать мышкой. У меня планшет есть, я его использую, например, для скульптинга, моделирования. Текстуры мне, в принципе, и мышкой комфортно вполне накладывать, потому что я их сам не рисую. Кстати, если у вас ой, извиняюсь, если вам не понравилось, что вы нарисовали, если нажать на крышу их на кулятуре, у нас здесь сверка меняется цвет, черный это значит стереть, ведь мы стираем это все. Вот мне допустим, мне нравится как мне вот здесь торчит, я так вот все подредактировал, нажимаю от X, теперь мы уже рисуем текстуры, вот здесь тоже можно все подправить, в общем, здесь доработка идет уже так как нравится вам больше, есть еще конечно всякие генераторы, которые позволяют сделать, допустим, давайте попробуем сделать следующее, нажимаем правой кнопкой мыши на нашу маску, нажимаем Add Generator, заходим вот сюда в свойства его, и здесь где-то были а вот честно я забуду, вроде бы кажется маск билда, а, то есть это не генераторы, это фильтр, перепутал, извините, фильтр, вот он, фильтр, вот нам нужен фильтр Blur, который позволит нам как бы смазать вот эти вот края, тем самым извозить, вот мы будем настраивать вот это параметр нашего Blur, давайте оставим к вам бы получает, просто днем на Ctrl-Z 0,5, на 0,5 в принципе все выглядит хорошо, приемлемо, в принципе все аккуратненько, и вот в принципе как мы заметили, мы работаем на 4K, в принципе все хорошо, все, этот layer мы можем перенименовать, написать Damask первый, допустим, что у нас в глубине, теперь следующее, что нам нужно сделать, это сделать тот же самый Damask, но с более мелкой текстурой, то есть мы будем работать на большее приближение, создаем новый fill layer, и также пока красим, не боясь что-либо испортить, приближаемся вот сюда, и текстуру теперь нажимаем S, вот таким образом, уменьшаем, да, работать нам сейчас будет не так удобно, потому что нам придется все постоянно двигать, ну, либо мы можем немного увеличить ее с учетом того, что у нас еще будет заточка, примерно вот таким мы можем ее оставить даже, извиняюсь, нет, побольше это нам не очень так, здесь тоже забыли про попадание в рисунок, так вот так, вот она идет, наша линия, здесь мы красим, где, знаете, нужно это убавить нам размер нашего шара и сразу давайте, чтобы не допускать тех же ошибок, увеличим его жесткость до максимума и начнем все заново, чтобы у нас не было искажений, так, идем, так, еще уменьшим немного жара, это неудобно, вот, так вот все это закрашиваем, вот, вот эти вот линии забыли здесь, белые, деталь мелкая, не так уж страшно, можно, да, дотошно сидеть, вымерять каждый миллиметрик, чтобы у нас все плавало красиво, это будет прям вообще идеально, в данном случае так сойдет, потому что нам и так хватит чем позаниматься, кстати, вот, тоже полезно, если вам, чтобы не сдвигать, можно просто щелкнуть мышку в пустом месту левой кнопкой, у нас убирается наш трафарет, и мы можем посмотреть, какой результат у нас получается, в принципе рисовать текстуру это не то, чтобы такое прям мука, это даже интересно, потому что модель уже с наложенными текстурами выглядит гораздо симпатичнее, то есть мы уже можем оценить свою работу, как бы да, по модели уже тоже можно много чего сказать, но иногда бывают такие случаи, не то, чтобы иногда это очень часто такое, когда вроде бы модель выглядит не совсем такой, скажем, презентабельной, но после наложения текстур она выглядит просто замечательно, то же самое и здесь можно, ну, можно, конечно, текстурами не испортить модель, но испортить ее гораздо сложнее, в общем. Видите, вот если бы у нас была бы какая может быть другая текстура дамаска, которая была более мелкая, если я смог бы ее найти в интернете, то было бы возможно быстрее это делать, не так вот маленькими кусочками закрашивать, но так тоже неплохо, это в любом случае лучше, чем рисовать что-либо рукой. Вот если про генерацию текстуры проговорить, о которой я рассказывал, то здесь она тоже присутствует текстура дамаска, когда в свое время я пробовал делать меч для Скайрима, он тоже был с текстурой дамаска, но это было в начале моего пути, там текстуры вышли не совсем как бы сказать такими красивыми, там вот я использую как раз эти процедуры текстуры, изображение можете посмотреть, если вам интересно, но это еще больше оно выглядит в игре не так реалистично, скажем так, из-за того, что в то время у меня были большие проблемы например, с тем же запеканием текстур, я создавал модели хорошие, смоделировали, кстати, у меня никогда проблем таких, ну, не то, что проблем, в смысле, в принципе, если разобраться, можно создать любую модель от сложности, если она имеет у нас такие твердотельные объекты, конечно, со скульптингом у меня еще предстоит обучаться многому, там совсем другие техники моделирования применяются, здесь же, вот, если возвращаться к тому, о чем я говорил, то модели у меня получаются довольно хорошие, приемлемые качества, но в связи с тем, что я не мог на нее нормально ложить текстуры, у меня, получается, вся работа швана с марком, и вот, из-за этого у меня вот такая неприязнь с текстурой воспиталась, как бы это сказать, потому что ты стараешься столько времени уделяешь тому свое творение, свою работу, а на выходе у тебя получается не что-то такое некрасивое, вот, и все дело оказывается даже вот в банальной запечке, вот карта Ambient Occlusion очень много на что влияет, да и карта нормали тоже, здесь не последние списки значения свои тоже виск вкладывает, в общем, одну корну лезвенно практически закончили, нам еще предстоит работа с продолжением этой части, вот видите, у нас уже в некоторых местах она дорисовывается сама, там где-то у нас происходит наложение текстур, возможно, нужно было делать либо расстояние между больше, либо их на лезвие накладывать вовсе, но это уже мелочи, все эти изменения будут не так видны, не так видны, работа, в принципе, с лезвия, самая сейчас будет длинная и кропотливая работа, на ножны я, кстати, забыл скачать текстур, потом тогда после того, как мы закон текстурировать меч, мы создадим отдельный урок по текстурированию нужен, потому что, наверное, все это в кучу брать будет слишком много, сейчас вот уже, видите, я начал более грубо красить, потому что, в принципе, это вот при таком приближении мы можем увидеть какие-то несостыковки с дальнего расстояния, это будет вообще незаметно, поэтому, возможно, не стоит так много времени тратить на то, чтобы у нас с этим совпадает у нас рисунок или нет, если все равно в итоге вся наша работа не будет видна, то есть не вся смысле, вот эта вот кропотливая мелкая работа, которой мы уделили уйму времени, что это попросту будет неоценено. Кстати, если вот вы изучаете моделирование и также вот хотите, если вы играли в игру Skyrim, вам это понравится и вы хотите создавать свои, то, возможно, вы уже слышали, что есть такие сайты, вот это все могут пользователи каждый выкладывать, тем самым вы будете получать обратную связь, то есть пользователи и другие могут оценить ваши работы, вам будет самим приятно посмотреть, что люди думают о вашем творении, и тем самым вы даже можете для себя что-то подчеркнуть, потому что если вы сделаете что-то не так, кто-то может заметить и указать вам на ваши ошибки, и в последующих работах вы эти ошибки уже совершать не будете, тогда конечно первые работы не будет вашей идеальной, это все приходит с опытом, технология как вы видите простейшая, мы вот подобные смотрели с вами как работает в бендере, так, это у нас процесс автосохранения пошел, все, хэпшоп, потому что мало ли, вдруг у нас подошли какие-то сбои, так, у нас все исправила, так, мы продолжаем рисовать дальше, это лезвие уже кажется бесконечным, это может быть продвигаемся по миллиметру, просто требует жертв, на выходе в итоге, если уже забегая вперед, в редакторе наша модель будет выглядеть не так, как в Skyrim, сейчас мы только работаем по сути со вкладкой, но у нас материал тоже включен, но мы работаем в основном с Base Color, то есть самой текстурой, которая задает цвет, так как у нас сейчас PBR, эндографический каретный, он сочетающийся от всех функций металла, блики и прочее, Skyrim его не поддержит, поэтому очень многое зависит от нашей модели, так, давайте подключим проекцию, так, кистью меньше, отдалимся, так, вот, издалека можно посмотреть, что не совсем хорошо мы это сделали, вот здесь у нас какое-то черное пятно, давайте вернем проекцию опять, в принципе да, нигде она у нас видна все наши стыки, таки плохо я к этому отнесся, нам нельзя было по своей сути приближаться близко к краям текстуры, потому как, если заметить, то можно видеть, что у нас по краям она имеет получается такую что ли тень или как правильно ее назвать, в общем она темнее гораздо, из этого у нас происходили такого рода пятна, давайте исправлять их так, или назад я нажал Ctrl Z или слишком близко будет текстура сейчас он думает подольше видимо 4k это себя знать подгружает здесь видите повозка снизу бежит так, давайте так примерно в некоторых местах делать видим какие-то затеяния лень это передактируем можно было поискать текстуры получше но делать таманскую сталь довольно проблематично найти да еще и в хорошем качестве на это качество текстуры тоже не высшее я ее нашел расширение около 1600 пикселей тоже не совсем идеально так и вот тут что-то у нас тоже небольшое петло в принципе неплохо вообще в принципе вот это то что даже рисунок не совпадает это не так уж и страшно потому что дамасская сталь она довольно так хаотично раскладывается и то что у вас там что-то не то то это где можно сослать на то что это просто сталь такая огонь у вас руки грибы так здесь тоже у нас тень какая-то это уже лишнее пошло придется отменить видите обмен у нас происходит дольше чем мы рисуем снизу видите у нас побежала плосочка и сейчас я не могу ничего делать пока эта полоска у нас не прогрузится полностью ничего с этим не забыли начерката мне очень хорошо вообще так если смотреть можно было делать и не дамасскую сталь вовсе лично для меня обычная текстура сталь выглядит гораздо симпатичнее но так у нас референс вот таким да и для практики будет полезнее накладываешь дамасской все таки по своей стилистике мы называем меч в планах назвать древний имперский меч по своему форме если в игре скайрим то снаряжение имперского легиона оно очень похоже на снаряжение римлян и вот этот меч он тоже похож на римский меч поэтому поэтому вовсе имперский так корректируем дальше эти темные пятна по сути нам нужно было рисовать только середкой середкой не имеет никаких цветовых искажений ибо еще как вариант как можно было сделать текстуру это уже более продвинутым и можно было делать процедурную если уж нам что-то не устраивал бы в ней могли запечь ее и также потом трафаретом рисовать это было в принципе так уж и влажно вот в принципе теперь нормально мне нравится так теперь делаем все той же самой схеме добавляем добавляем черную маску paint и для начала также выбираем полигоны которые необходимо покрасить так давайте сейчас для скорости работы так нормально все так отдалим у нас текстура получилась довольно темная и даже по сути меньше рисунок имею ввиду меньше чем он планировался исправить мы уже это не будем можно было взять его конечно чуть побольше но это не суть так следующее вот это уже дорисуем ручную выбираем кисть на маленькой кисти добавим маленько чтобы она была помягче у нас идем вот так вот по этой текстуре сейчас мы уже не боимся никак наручить рисунок рисунок нужно даже наложить мы сейчас просто обводим нашу модель текстуре можно здесь также попробовать наложить фильтр блюр хотя он так нормально сможет посмотрим кто будет смотреть еще симпатичнее тут смотрите есть еще всякие разные фильтры хватит пока скроем как раз видно разницу он смягчив у нас более такой плавный переход пока его скроем давайте добавим еще один фильтр я хочу посмотреть как работает фильтр бэвел нет бэвел он у нас получается срезает в тех местах где у нас грани но бэвел нам не подходит оставляем фильтр блюр и вот например есть какие говори как скорее нас работает видите здесь мы работаем материал это сочетание всех вот этих вот цветов допустим если мы берем сейчас норму так странно что меня отображаются мы подключили подключили довольно странно у нас есть карты высот ну рап мунице вот короче в общем бэйс ковр скажешь кому-то криво давайте перейдем в дамаск и вот здесь начнем подтираем и с и и и и с было наш показ рисун вот в общем с кариме т.д. сковор это будет практически так будет наша модель сейчас но за заключение того что будет еще происходить всякого различного рода блики и так далее так являемся на вкладку материал давайте обзовем этот дамаск 2 и теперь так извиняюсь пишет на жопу привычки нажимаю ошибка в бендере и теперь мы получается задаем цвет заточки еще один лейвер то же самое проекцию только здесь проекция у нас уже будет не дамаск поэтому байскового рима его отключаем их у нас вкладывать текстур выбираем ты достил 3 это я его брак как материал заточки такая связывая стать имея довольно рисунок светленький так повернем его с этой стороной заточку и будем уже рисовать здесь будет реально очень долго потому что так скосили в принципе мы можем пойти про сразу вот так вот потом это уже мощную все взять потому что но не вижу смысла освободитесь но в любом случае придется вводить сейчас мы можем это все быстро сделать и так мы поделали работу поэтому просто быстро замечаем границы заточки так место где нам еще тоже придется много позаморачиваться это там где у нас были наши треугольники на гардах там тоже придется все вручную вырисовывать но мы скорее всего пойдем другим путем мы будем рисовать уже не по нашей модели а по UV развертке как предупреждаем как раз потом с вами поговорим здесь можно работать нескольких режимах это тоже вот очень удобно можно конечно комбинировать можно работать и там и там то есть и на UV и и вот здесь в 3d виде в данном случае мне в 3d удобнее можно было попробовать на UV но это уже дело вкуса так вот здесь мы маленько накосячили слишком заигрались скоро мы уже дойдем до конца нашей модели тут хорошая новость что скорее всего на обратной стороне нашего лезвия ничего не потребуется потому как здесь на краях оно у нас дублируется хотя это не очень хорошо но это еще в данном случае играет нам на руку так вот здесь давайте сделаем чуть пошире мало ли вдруг там так так конец кажется дальше чем я думал а он уже видать карту хотя вот этот дефект который пойти мы боялись что у нас как-то будет нам мешать из-за того что у нас нормально это возилось но в принципе будет не так уж видно и поэтому не страшно так все проверим по краю все у нас закрасилось подзыве будет уже черный как-то так проверим как с этой стороны у нас все так извиняюсь не той стороны провернем здесь у нас тоже придется немного поработать так вот с этим тоже вот так наметим пока и поехали здесь слишком тонкая обводка вот мне кажется этого будет там мало дело не такое уж и долго так что не страшно это пойти еще раз ведь если бы у нас была какая-нибудь хорошая однотонная текстура там бесшовная то это было дело шоу вообще бы очень быстро но таким способом тоже неплохо работать таким способом мы можем достигать как уже говорилось достаточно хорошего качества текстуры при этом не имея никаких навыков рисования если что он требуется терпения усидчивость и все кстати рекомендуется вам если вы будете забывать работать программы как них то есть не газ если будет несколько грамм использовать например у меня он за свою вот уже деятельность использует довольно большое количество программ и мне тяжело бывает запомнить какой программе как ориентируясь то есть там покрутить переместить и так далее можно сделать себе пометки то есть просто повесить над столом себе памятку о том как какой программе можно произойти манипуляции так все убираем проекционы смотрим по краям у нас все нормально также добавляем черную маску paint и в данном случае у нас будет все гораздо проще так мы берем ставим точку сюда жмем shift видите мы рисуем по прямой и мы просто пошли вот так вот смотрим болезнящий нажим давайте а здесь как раз лучше будет пилиться на юви возвращаемся на юв резерт клавиши f3 так вот наше лезвие давайте отменим то что мы сейчас нарисовали так обратно вернуться если что это f2 так все да так f3 возвращаемся на юв резерт клавиши здесь это будет гораздо проще можем поставить даже только мышь можно маленько увеличить щелкаем shift и если мы зажмем контур то у нас четко будет прямая линия 90 градусов так слишком мало еще раз shift control проверяем наоборот наоборот было слишком много так как видно еще раз давайте перейдем знаете можно как сделать можно так примерить а вот видите а вот видите так почему так резко меняем размер на такой проверяем как она у нас выйдет такая точная приемлема щелкаем даже не щелкаем просто поставим курсор мышку не шевелим отдаляем щелк shift control и бросаем все пометили смотрим как у нас так все идеально ровно а вот здесь уже придется тогда ручной поработать на изгибе вот у нас пошел изгиб наш изгиб даже начался гораздо раньше как мы можем по радиусу круга смотреть где начался наш изгиб вот здесь щелк идем вот видите тем случае мы таким образом радиусы нашего круга мы можем регулировать четкую длину просто нам нужно касаться левым краем круга лезвия тогда у нас все будет получаться еще вот эти черные пятнышки прокрашиваем встаем в позицию стартовую shift идем мы рывками потому что у нас постоянно залужение идет вот видите таким способом работать уже быстрее нежели мы делали там так вот это вот все закрашиваем так же тут по идее мне объяснять там уже больше нечего методики методики одинаковые просто делаешь и делаешь если моделированием нам все равно приходилось как-то надо раскинуть мозгами так скажем то здесь просто спокойное монотонное действие ничего больше ничего больше ничего больше ничего больше сейчас на кончике вот на то же вот так вот так ручное вот здесь вот так таким образом мы вот так давайте посмотрим на 3d экономику сроки ровно неровно да все ровненько все идеально все хорошо все красиво давайте вернемся на и продолжим давайте сейчас сразу вернемся наверх чтобы нам узнать где наша граница так же представляем к нашим центром щелкнули удаляем мышь жмем shift control и поехали так все там мы заметили себе метку все маленько съехали здесь наверное фильтр blur нам не понадобится вот может тут границы так нормально выглядит это даже при таком приближении не говоря уже о том что будет если нормальная связь поэтому уже скоро достигнем нашего нормального уровня вот мы наверное и встретились возвращаемся на наш 3d вид с лезвием мы с вами закончили подписываем его просто лезвие все можем это закинуть все в папку назвать ее что значит и переместить все эти объекты просто хватаем и тащим чтобы у нас все так же было сортировано ничто не захламляло друг друга только обязательно на что мы сейчас будем смотреть сейчас закинется порядок следования слоев каждый слой должен идти как мы делали то есть 1 дамаск 1 потом дамаск 2 и потом лезвие если все будет иначе то текстура у нас проявится по-другому то есть все эти наложения они произойдут по-разному и в итоге у нас тоже все будет выглядеть не так как мы сделали сейчас давайте подождем 4k текстура видимо у нас перерасчет идет потому что у нас свои уже вижу у нас дамаск 1 и дамаск 2 поменялись местами а из-за этого у нас идет перерасчет поэтому перед тем как местами давайте сменим будем менять режим текстур на маленький чтобы этот просчет был довольно быстро можно даже сейчас во время программы это сделать все так меняем их местами если мы съедим папку то все будет хорошо можем посмотреть как у нас это выглядит 1024 пикселя в 2к можем посмотреть как это выглядит в 2к он в принципе приемлемый но в 4к соответственно будет все гораздо лучше так вот видите программа собственно по интер тоже довольно требовать его потому что работа с текстурами вот так вот в режиме реального времени в режиме она тоже занимает много ресурсов у компьютера так ну все с этим мы закончили возвращаемся опять в наши лейеры давайте сохранимся контроль с тоже сочетание клавишки как в бендере сохраняешь нас файл вот у нас внизу произошло saving project так слизи мы закончили давайте теперь раскрасим вот эту вот часть детали так посмотрим на референсы как раз видите у нас здесь такой каленый металл переходим сюда давайте перейдем в режим леви у нас кажется вот давайте филлер так только не в папку отдельно это не филлер здесь я создаю сейчас филлер нам нужен не филлер а просто вывер филлер он заполняет нашу модель каким-то определенным цветом который мы получаем в качестве базового цвета из этого долго произошло из того что я на филлер нажал все давай уллер давайте назовем его гарда гарда 1 вот таким вот образом и проверим сейчас давайте просто для начала берем дамаск color просто красный и проверим прав ли я был или нет а да это только обратная сторона обратная сторона она что советую себе так не указываем скорее всего там то же самое поэтому давайте сделаем таким же материалом так сейчас отменяем наше действие переходим на юв еще отменяем на действие и в качестве base color стил включаем проекцию проекция у нас стоит стил 3 вот сейчас изменяем так все закинем больше текстуру вот сюда включаем все закинули так нажимаем с нам нужно чтобы наши детали попали вот такие вот все вмятины то есть по центру рисунка она идет в принципе самое нормальное мы можем вообще в принципе развернуть ее вот так вот таким образом увеличить ее немного в размерах и сразу же получается наложить на всю модель так увеличиваем наш кисть сразу hard она уже вылечена так вот таким образом сразу все в модель же она у нас не влезла давайте ее так сместим перекрасим заново потому что у нас сместя сместились все вот эти вот объекты так вот 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 так выключить трафареты давайте посмотрим 3d вот таким образом давайте и оставим и то же самое зададим на вторую нашу вот здесь включаем трафарет перемещаем вот сюда и уже самым образом закрашиваем это все дело так здесь эти шарики мы тоже будем закрасить кнопки нет текстуры но в размерах уменьшим то есть я правой кнопкой мыши щелкнула уменьшаем размер шарика все убрали трафарет возвращаемся смотрим вот у нас имеется такая текстура теперь что нужно задать материал вот этой части обводки здесь я выбрал как обычный металл а давайте сделаем лэйр пишем гарда 2 так на него также ставим проекцию здесь качестве base color указываем стил 2 поискового системы у нас видимо проще вот дома у нас эту часть мы скорее всего будем красить тоже по юэй так как это просто всего проще так что заставим под задуматься размер текстуры 2 мегабайта в разы больше всех текстур но разрешение текстуры очень хорошее поэтому собственно спинтер у нас и задумался самое главное чтобы у нас не случилось какого-либо вылета потому что будет обидно но мы последствия все равно сохранились конечно но все надо привязанно расскажет карту ждем конечно может все таки подумать все таки нужно работать на 1к на качестве структ не влияет на скорость работы очень сильно структ не справился с этой текстурой какой-то часто перезапустим центр этих сети даже из 5 издач может видеть сколько он забирает на себя ресурсов довольно эгоемкий процесс ставим назначу с него давайте посмотрим кто у нас от сохранения или само сохранение нас в 27 минут было сделано мы явно раньше да тут мы постойте знаете как кстати как я говорил про то что программа берет на себя работы различных атерхот как раз написано чей это работа петер зопи какой-то сделал мы увидим работу достойная так нажимаем файл здесь есть пересет файл то есть это подобная функция и в этом бендере который позволяет запускать файл вот как раз на этапе лезвий мы закончили перейдем сразу текстуры и уберем 4k и будет работать в режиме один к будет достаточно если что будем проверять и давайте тогда чтобы не нагружать нам систему лишний раз так лезвие мы уже закончили обращаться к нему не будем мы просто на все скроем и текстура так создаем в гарда 1 тоже самое переходим на панель проекции в настройках проекции в качестве текстуры закидываем под нашу модель приближаем с поворачиваем уменьшаем до новых размеров мы можем даже вот так на космосе стороны потому что мне очень нравится как тут светлая сторона просто ображается мне больше темно как-то по душе но выглядит довольно симпатичнее так вернемся убираем трафарет нормально так возвращаемся отследим филейер гарда 2 текст раз сохранимся нас кругло время займет на случай если вдруг что может у нас случиться тогда мы это исправим так режим проекции удаляем и удаляем вот эту нашу хорошую текстуру все еще загрузится без проблем возможно было делать даже вовсе не в текстуре так отвечает который за это вот это кажется мы подчеркаем просто и посмотрим так давайте скроем трафарет нет это мы подчеркивали на шо давайте вот здесь подчеркаем посмотрим где у нас это образилось лучше отменить и подчеркать только конкретно по вот эти места так переходим убираем трафарет чтобы она не мешала сейчас вот они эти полоски нужно изменить и здесь наверное переключиться в режим 2к это я отключаем загружаем систему переключились быстро афарет и давайте посмотрим вообще как он на текстуре в принципе выглядит так вот они наши текстуры то есть какая часть мне больше нравится мне больше подышать вот эти вот которые из краев средний мне не нравится средний слишком светлый поэтому мы текстуру нашим заворачиваем таким образом и и и и другой от крови выросли про ли Самое такое будет сложное, ну не то чтобы сложно, а нудное вырисовывание всех треугольников, потому что там, например, будет работать с ручной, если бы это были как меши, то есть если бы это не было просто на плоскости рисунка настоящий объект, там было бы все гораздо проще, мы просто бы тыкали по этим треугольникам, сказали покрасить и молотить меш. В данном случае у нас так не получится. Так, вот здесь что в этих местах у нас есть? Так, убираем проекцию, посмотрим нормальную виду. А, это мы покрасили не те вещи, но все равно они конечно решили, должны быть такими же, не должны быть такими же. Ничего страшного, покрасили и покрасили. Никуда мы не залезли. давайте все-таки найдем где мы вот эти покрасили. вот они. Так, возвращаем наш трафарет. И это теперь мы поднимаем, что уже не замены. Рано. У нас есть, у нас есть, помнил лице, Так, у нас есть, помнил лице, но от нее, но мы, конечно, наконец-то, мы закручиваем. Я думаю, почему она у нас так тяжело красится. У нас жесткость кисти была выставлена очень маленькая. Но этот длина помогала, он не слишком высокий, а жесткость тоже не очень. У нас видите, вот в этих местах получается такая жёсткая граница, чтобы очень хорошо. Так, теперь можно вот эту сторону красить. На текстурирование у нас, наверное, уходит больше времени, чем на моделирование. Со временем этот процесс будет у вас происходить всё быстрее и быстрее в связи обретении опыта. Так, смотрю. Всё покрасилось замечательно. Вот эти вот штуки можно, в принципе, и не перекрывать. Всё равно у нас в любом случае перекроется текстурой. Переходим сюда. И нам, кстати, вот эти вот штуки тоже надо покрасить. Это которые у нас находятся как раз в промежутке между картой и этим треугольниками. Здесь как-то красится оно не очень удобно. Узкая полоска на картой. Некомфортно. Так, а у нас вот здесь уже, давайте уменьшим-меньшность. У нас, видите, вот здесь вот начинается проблемка. Давайте перейдем в режиме тела, это будет не очень удобно. Давайте точно редактируем размер и вот если мы вот так вот таким образом проведем. Вот тогда всё хорошо. Надеюсь, здесь всё будет тоже нормально. да. Нет, здесь наступить. И поставим размер. Вот так. Вот это уже незначительно, что там у нас снизу какая-то маленькая полосочка пробелькивает. Вот сейчас я, наверное, вот эти вот все четыре полосочки буду красть по той же самой методике, поэтому этот момент можно нам ускорить. То есть мы покрасим сразу на вот этой нижней гарде и на верхней. Так, ну все, мы закончили. Убираем трафарет, переходим в 3D в 3D и смотрим, как у нас получилось. Вот эти вот части, то есть старые мазни, которые мы делали, и нам говорят, наверное, что все равно перекроется. Так, в принципе, с этим мы тоже здесь закончили, но, конечно, еще нужно на гарда 2, нам также добавить здесь материал. Поэтому давайте я сразу же закончу с ней тогда. Переходим в UV. Так. Вот это вот для нашей второй гарды шишечки. Опять так же. Переходим в проекцию. И по той же самой схеме мы... И цифруем ее вот здесь. Так увеличиваем размер нашей шарика. Так, смотрим сразу в 3D, как у нас получилось. Так, давайте посмотрим на 4K. Так. Да, нормально, только единственное, что здесь ручной палец такое, что подштриховать, единственное, не знаю. Или так оставить. В принципе, не так уже заметно. Вот скринный референс. Ой-ой-ой. Так, вот мы подстали. Можно вставить, а можно и не. Вот переспечить его вкуса. Да, можно. Значит так. Проплотим. Вот это вот, начинаю здесь. И так вот, слишком много. Надо добавить. И проверить, как он просто будет выглядеть. Вот так сейчас все где-то. Так, уберем тревоги. И так становится еще хуже. Давайте еще потом по-другому отсюда. Так, давайте вернем обратно до 1K. Так, что мы можем сделать? Мы можем... А мы все запихали в один слой. Что не очень хорошо. Так мы могли бы тоже воспользоваться блюром. Это потом еще чуть-чуть правильно. Так, давайте вернемся все же. К... Наскрашенный для части. Проекция. Там мы будем отвечать за верхнюю часть. Горь. Так, возвращаемся. Так, странно. Я видел эти изменения, но... Я думаю, что это не сыграет. Давайте т.д. Создадим... Все-таки-то для этого отдельный слой. А, она уже стирается, если отменим. Так, изменения в крене 2K тоже произойдет слишком долго. Давайте включим нашу самую низкую. Самую низкую. Непонятно, что это где. Все-таки хотят быть за 12. Так, это у нас покрашенная. Еще раз отменим. Покрашена. Отмена. До сих пор покрашена. Отмена. А вот уже близко. Все. Возвращаем 1K. И получаются вот эти вот окраски наши. Вот так. Сейчас карту верну и посмотреть. Так, вот это вот. Пускай здесь вот так и остается. А вот эти мы вынесем в отдельный слой. Добавляем их. Давай назовем ее. Карта 2.2. Здесь по той же самой системе получается мы переходим сюда. Означаем. А здесь нам черной маской нужны. Опять, потом. Проекцию. И вот здесь мы уже будем рисовать более мелкой текстуры, как мы рисовали. Вчера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Собачил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну конечно получается не идеально но сразу кое-что как только вот идет садись Кажется, без прозрачности очень неудобно. Это никто в настройке. Так что я этого не помню в момент. Очень жаль. Вот так трясут руки, будет конечно криватно. Четко видим наши границы. Вот так более-менее. Как я это делаю? Получается я щелкаю сюда, жму shift и не отпуская левой кнопкой мыши видео. Теперь отпускаю. Опять жму shift. Извиняюсь. Сюда щелкаю мышкой, жмем shift. Мышку не отпускаю. Щелкаю. Нет, не щелкаю. Так у нас хотя бы видны границы девятиугольника. Уже хоть что-то. Тут тоже, наверное, стоит все ускорить. работа одна и та же. Та знаете, что я сейчас понял? Что занимаюсь ерундой. Гораздо проще делать все наоборот. Сейчас секундочку. Выбираем просто, как мы обычно это делали. А, нет. Просто все. Большой круг на пейнте. И рисуем. Куда же уже все эти линии на UV выверене. Ой, на карте нормалей. Единственное, что мы можем делать. Там просто добавить там черные точки. Так. Можно зайтикать. Давайте посмотрим на текстуру нашей бронзы. Она имеет такую форму, что ее лучше вернуть. Таким образом. Так. Его вот таким образом растянем. Увеличим наш круг. И просто пойдем по прямой. Не страшно замарать. Так, давайте вернемся. И посмотрим, кто выглядит. Мы красили. Все. А потом просто на все. По этим линиям пройдемся черной красочкой. Это будет гораздо быстрее, чем можно делать наоборот. Так. Проект все. Включаем обратно. Ставим повторение. И пошли. Вот видите, даже иногда приходится логически все думать, что будет быстрее. И ходим в обычный режим. Так. Смотрим, тут у нас ничего не накосячилось. Так. Давайте назовем это бронза. Теперь мы создаем. Так. Давайте пока скроем. А это вот здесь гарди. Создаем вот на гарди. Вот на этой гарди. Создаем уже белую маску. Белая маска противоположностью. То есть где мы будем рисовать, она будет продлиться черным. Так. И просто на всего. Приближаемся сюда. Уменьшаем наш шарик. Размер. И просто так увеличиваем наш максимум. Уменьшаем. Уменьшаем. Может быть побольше. Еще кружок. Здесь, хоп. Вот так вот. Таким образом. можно даже уменьшить наш. Давайте поставим мой 0.5. И линии. Согласитесь, так делать гораздо проще. Здесь мы будем просто вырисовывать. Режим можем сначала провести все линии, а уже затем, настроив другой размер шарика, просто тыпить на вот эти точки. Давайте так и поступаем. Сейчас просто это опять все ускорим. «Я заявка» «Я Так, все мы сделали, давайте вернемся в 3D. Ну и вот, в принципе, мы задали, можем посмотреть, как это все будет, а вот так, что у нас какие-то 2K, можем посмотреть, как это будет с лезвиями вместе, но пока у нас уже все будет еще не так долго. Так вот уже, то есть какой-то вид нашего мча стал появляться. Так, давайте все это вскроем. Так, с лезвиями мы, кстати, еще не закончили. Давайте создадим еще один player. Давайте не будем просто ухищряться в названиях, просто взял карду 2122. Это уже не важно. Ну, в общем, сейчас мы будем заниматься вот этой этой моделью. Давайте также переходим сюда. То есть, тут возможно будет лучше нам воспользовать другой панель проекции. Мы также переходим в проекцию, но мы уже выбираем не такую проекцию, а вот такую. Ой, нет, 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 перепутал. Так, все, нет. Где-то там была такая штука. Похоже, это не так, ну ладно. Давайте поставим схему. Там просто, вроде бы, можно было наложить это сразу на 3D. Так, увеличиваем проекцию нашу. Можно увеличить наш размер шарика. Можно, конечно, оставить с такими-нибудь его пятнами, создать какой-то эффект разнообразности. Да, можно и не сдавать. Можно его убрать. Мне, если честно, не очень нравится. Нужно просто вот тут работать в какой-то определенной области. Вот так вот перемещаюсь потихонечку, маленькими шажками. Все, вот окрашивать. Что я сделаю? Нужно шар еще меньше сделать. Не нравится ли такого шара, но слишком много прыгает. Давайте поставим полтора. Так, вот здесь уже видите, вот новыми наконечками, косячики. Так, все, как это получается упасть. Так, вот таким образом. Вот таким вот гораздо лучше все будет. Так, теперь нам нужно продолжить эту текстуру. Так, таким же образом мы просто берем... Вот здесь это все выкрашиваем. Давайте здесь еще раз пройдемся, а то возможно и сверху там. И, кстати, чтобы наша кисть вот так вот по модели видеоозева, а здесь параметры кисти, вот target wrap, поставить камера. Вот, и все. Теперь у нас не меняется вот значок. Проекцию обратно возвращаем. Справить все эти вот игрики надо аккуратненько. Здесь тоже это все желательно исправить. Так. Просто не совсем. Так. Хорошо. 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 Нормально. Только теперь нам нужно задать черную маску. Sprint. Здесь выбираем, помешим. Николайко лишний схватили. Так. Сейчас лучше поsellка Натюшку пощелкали. у меня были такие баги на один поликон у вас красится еще какой-то другой или в каком-то случае не до конца бывает такое можно уделять таким способом когда смотри что у вас ничего лишнего не сходить и здесь так на программа к сожалению стала последнее запоминаем действие которое у нас произошли это было перетекстурировано вот эти вот части так сейчас на что из работы здесь так вот тут а добавляем трафарет 1000 переключаемся так проекциях у нас настройки в сторону проязал давайте настройки берем также на камеру уменьшаем это все красить красить так он должен быть коротким можно быть аккуратным Так, сейчас вот здесь поредактируем, вот эти вот места, которые я здесь с ученым запил. Так, мы все равно вроде все хорошо, теперь нам присутствовало вот это, да, что-то накрасится, подключите, так, а, а, мы же не сделали этот элемент, вспомню, почему у нас не получается. Так, пускай таким лагерем остается, я уже сейчас не подзабыл, где у нас, какой элемент. Добавляем в нашу проекцию здесь, в коварке, да, ту же самую сталь черную. Так, перекидываем сюда. Закрашиваем это полностью. Красиво. Так, тут. Так, тут все закрашиваем. Так, тут все закрашиваем. Убираем это проецирование. и ставим сюда в черную маску. Paint. Давайте проверим. Тот пункт, который я хоть больше раз не получился, из-за того, что у нас. Frame Paint. Да, вот видите, мы создаем иллюзию объема. Раньше вот такого не было, а возможно из-за тех багов, которые произошли. Но нам сейчас не нужно. Мы сначала вырисовываем нашу черную оболочку. Потом вот те, которые, штучки вот эти вот наверху, они у нас немножко такие тоже вдавлены, поэтому их будем рисовать вдавлено. Так, я не совсем понял, что у нас какие-то баги происходят. Так, давайте уберем этот вверх. Чисто. Сейчас все нормально. Так, еще раз давайте повторим. Вверх. Закрашиваем, получается. Проекции нашей. Проекцию накладываем здесь. Так, задали. Про интерферет добавляем черную маску. Paint. Все рисует. Так, уменьшаем размер. Там 0.1. Давайте повысим текстуру наших решений до 2к. Чтобы нам было лучше видно. Так, сейчас мы что-то думаем. Так. Что опять за проблемы у нас начались? Опять ничего не рисуют. Наконец-то сейчас там нормально грузить. Возвращаемся на 3D. Ой. 3D. Сейчас ее перерисуем заново. Не заново, в смысле, что так же трафаретом. Вот трафарет мы будем уже использовать на 3D. То есть, чтобы у нас не было вот этих всех перекосов. Так. Таким образом. И просто на все это красим. Так. Так, поворачиваюсь внизу. Так. Ну… так… Так. Продолжение следует... Так, возвращаем эти полоски. И вот сюда придется добавить чёрную маску. Так же добавляем paint и делаем лес с мечом. И указываем, где нужно всё делать. Потому что мы там залезали на гардер. В некоторых местах этого делать не нужно было. Так, ну вот и всё вроде бы. Так, давайте назовём всё. Бук, которые хотели назвать, создаём биттэш-бабку. Назваем бонус. И закипываем туда все наши штуки. Всё, по сути, у нас всё это сделано. Давайте сохраним наш проект. Всякий случай, остраховываемся. Сохраним ещё здесь. Давайте новый файл. Сохраняется. Сохраняется. Так, проверим. Да, вот у нас есть файл. Всё, давайте посмотрим, как у нас в итоге что получилось. Ничего, переключаем на 4К. Подключаем так сейчас все вот эти текстуры. И ждём. Можно, конечно, ещё было на курсе добавить различных трещин. Не знаю, посмотрим. Если сейчас будет смотреть всё красиво, то не будет ничего менять. А если захотим, то можно подволить ещё с детализацией. Так. Ну вот. Это, конечно, не итоговый вариант. А, кстати. Кости, кости. Видите? Мы всё указали. Мне ещё кажется, что вот здесь гораздо приемлеменье будет смотреться. Такой же тёмный металл, как вот здесь, например. Это... Можно будет переделывать всё легко. К лезвию всё красота хорошо. Можно перейти в бейсмаколор. В принципе, практически в таком видео у нас будет скорее время. С небольшими, конечно, корректировками. Вот. Здесь не хватает детализации. Вот здесь нужно поработать ещё. Давайте для начала перейдём всё-таки в нашу рынок. Более щадящий режим. Так. Проверим идём в гардии. Тот, который отвечает у нас за вот это вот. Не она. Тоже не она. Нашли. Сейчас переходим сюда. Переходим на UV. Получается она у нас... Вот эта часть. Да? Это наоборот. Вот эта часть. Да, всё точно. И заменяем её тогда на... Вот это вот. Тёмный металл наш. Ну и что, мне кажется, что это будет... Более красиво. Так. Давайте по той же самой схеме раскрашиваем по крайнему углу. Можно, можно только тёмная сторона металла. Цвет вода нас не интересует. Так. Здесь у нас что-то не хочет краситься. Возможно, там куда перекрытие идёт. Растянулось, конечно, всё надолго. Я сам не ожидал, что так получится. Потому что будет всё гораздо быстрее. Чего-то вернул. Смотрим. Смотрим. Так, вот эту вот... Сможно, лично попробуем это сейчас убрать. Почему-то она там не хочет краситься. Мне это смущает. Так. Возможно, где-то мы залезли. Да, вот эта часть у нас залезли сюда. Давайте перейдём сюда. И через край шу икс стерём это всё. Так, так, да. Так, постучи. У нас не стеряют давать эластик. Всё стеряют. Трагу. Так, ладно. Даваем ещё эластик. Слишком перебор. Так. Спасибо. Всё. 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 Надо было отключить лишнее, чуть-чуть подкружить. Например, резы нам не нужны вообще, ты и Костя включил. Наобигарда нам заставила больше всего проблем. Спасибо. 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 Слышки медленно работы Слышки медленно работы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова вот видите как получается если мы принять их местами так перекрытие произошло отлично нужно перекрытие для этого код возвращаешь активность черная подать ее ярко вытяжным образом понять где на UV вот мы здесь вот я сюда включим проекцию это же все это сейчас подделаем это белый как-то вырез как это все схемосвязано здесь так, ну что проблем не вызывает надо, кстати, по поводу модели так, карты закрываем открываем кость на кости рисуем лучше для этого создать новый нояр на кости прежде всего этого нам нужно так, создать цвет примерно пипеткой какой-нибудь такой телесный берем новую альфу вот эти вот, которые были хорошие встречные где-то около альфа вот такие вот и начинаем их вот здесь это только не так ярко это вот такие вот способные проявляют просто случайно как хаотичные модели кстати, давайте даже лучше не таким образом давайте выберем цвет, что приближенно к темному к черному цвету и проявим эти трещины на кости чтобы у нас кость была больше такой как бы вариативностью не просто белая кость вот видите, у нас как будто такие трещины проявляются как будто какая-то сушь пустыня так это вот на самом деле такие мелочи создают для модели какого-то разнообразия вариативности с этим черным полосом надо тоже что-то сделать так пока я не придумал мы посмотрим, что у нас есть альфа что-нибудь возможно придумаем просто, например, зажать и вести мы не можем потому что у нас будет просто размазанная текстура и эффектно никакого это нам не даст поэтому таким вот образом это все сделаем кстати, если по поводу вот этих черных можно сымитировать, как будто это какая-то кожа там есть альфы, которые повторяют текстуру кожи так, давайте вернем, а то у нас начинает помешать так, где-то, вот, камера так, что-то какое-то место получилось как-то не очень вот, нажмем клавишу икс так, почему он не работает у нас икс? пластик пластик все отлично проверим как будет выглядеть вот это если мы сейчас нечто подобное здесь накидаем да кстати выглядит хорошо как будто грязи какой-то накидали все же можно повести поверт это черноты и уже будет выглядеть не так вот эти вот четкие границы переходы перепады так ты закончили можно таких же пятен просто случайно на кость еще накидать если захотим зажимать мышку я тоже не очень умеется щучками поработать гораздо лучше не так развивается и покрасивее становится последнее вот по-хорошему вот здесь вот по краям размер поменьше здесь по краям тоже такой эффект грязи то что у нас налазит он на гарду немножко ничего страшного когда тоже может быть грязным если нет что он как-то не очень будет этих целей давайте распугадим все какой-то другой и можем все это выражение карты так как кстати вот здесь вот так кучу мастик это не тут вырошу а вот даже больше себя лучше лучше продолжим текстурировать наши объекты если вы заметили я на мяче нашем изменил вот эту вот часть и подправил рукоять как я это сделал рукояти я просто на все заменю текстуру я скачаю себе текстуры вот это вот она также будет вас приложены в папке вот это вот вот black самом деле текстура асфальта но выглядит здесь на нормально у нее есть какой-то рельеф и в общем приемлемо по той же самой технологии что мы делаем накладывающийся трафарет все это обводили и с этой части у нас получается я что сделал я добавил нам не просто лейро филы и тем я добавил черную маску на это лейро здесь настройка этого лейро я изменил его цвет на коричневый то есть вот эти вот мятенькие они у нас сейчас не черного цвета а коричневого вообще в принципе цвет грязи везде делать ближе к коричневым оттенком так будет смотреться гораздо лучше здесь настройка то филы и роял основе цвет и его глубину хайд то есть что у нас остается иллюзия того что вот это вот в трещины они такие вот объемные у нас и также создал еще один силы с таким же цветом только но немного другого оттенка но у него хоть мы не меняли ему просто так вот натыкали какие альфы я использовал для этого филы у нас использовалась альфа кайл браш презент альфа 47 вот если мы сейчас объяснём а вот они кайл браш наши пошли можем там линка растянуть чтобы мы были видны все лучше названия так ну в общем можно так не она да вот это мы используем для того чтобы создать вот такую вот грязь а для этого филы и рамы используют другую альфу она называется он называется это тоже кайл браш альфа 27 вот с помощью нём задавали вот такие вот трещинки так ну все здесь пока это все оставим больше но пока что возвращаться ключи не будем закрываем эти папки пока что не понадобится и сейчас мы перейдем к текстурирование ножен раздавать и уберем 4к текстуру давайте оставим 1к пока мы здесь погружаясь давайте создадим папку так как они здесь мы сюда давайте выделим и удалим папку должна быть сверху всего землю спорт то есть меч и в нее уже накидаем все таки наши чтобы нам все лежало в одной кучке ничего большего за ним озорила переходим к нужным тут я уже тоже нашел в интернете некоторые текстуры я все-таки решил что у нас будет она состоять из кожи но я скажу несколько вариантов кожи посмотрим козня будет красивее смотреться я скачал вот это еще черный металл и логотип skyrim имперского легиона так здесь на все дает текстуры которые мы тоже добавляем чек текстур но на значок skyrim бога мы добавим как альфа все можно . текстуру добавить уже ставили прозрачность тогда ответил skyrim у нас photoshop и я получаю удаливание задних он и поставил чтобы она была прозрачной текстурой вот как мы будем это накладывать и и сейчас покажу а создаем себе филы добавляем черную маску здесь создаем генератор фил и добавляем наш текстур его вот сюда тем переходим кстати сейчас на почему-то пропала 5 только что вот внутри вот если мы меняем цвет нас начинается появлялась наша текстура так переходим что на фил здесь параметрах выбираем repeat на нам чтобы она у нас на деле повторялась уменьшаем до тех размеров которые нам необходимо так сказать значок уж будет в последнюю очередь не знаю почему не значит делать просто хотелось показать целесообразнее было начать с ним позже так вот сейчас допустим можно перейти попробовать объекты режим так здесь мы можем поиграть с цветами во первых то есть какой нам лучше быть белый или черный налога наш на стиле тут этот труд трудом его выдавливаю либо ставлю на данном случае выдавливание интересует вот так давайте только давайте назовем его сразу скрин ну-ка нам его просто надо потом в дальнейшем выдавить как и мне это интересно если он цвет color вот видите мы можем чуть ему color и он примет тот цвет который был под ним сейчас как отключать это получается каналы по которым он действует color height roughness metallic и normal color мы его отключаем если мы уберем height то уберется то что мы здесь взаимодействовали а это как раз то что нам нужно так но сейчас не суть передней давайте вернемся к нашим ножнам получается я планировал что они у нас будут кожаные так и вот я скачал вот три типа кожи вот такой тип такой такой и коричневый но я больше хочу чтобы она была черная и если хотите что я скачал мне больше всего прикрепляться именно вот этот вариант что давайте попробуем начать с него а также задаем себе лэйер так открываем панораму панораму проецирование все так же старой схеме кидаем себя нашу текстуру переходим на юви здесь будут удобнее работать наверно так вращаем текстуру так уменьшаем ее и можем рисовать на него текстуру и можем рисовать на него текстуру так внимание изойти нам не нужно потому что здесь у нас есть такой-то залом который нам не нужен текстура у нас нет очень мелкий рисунок поэтому уже ценно и легко без всяких там скажи не это искажение что проблем рисунки нет подгонять его не приходится итак можем отключить пока проецирование переключиться на вид в принципе нормальный размер вот эта текстура кожа нормальный тем более сейчас мы включим еще у нас отображение в 4к то мы увидим что она будет еще более качественно выглядеть вот так чисто для проверки можно было этого не делать вот наши 4к текстуре погрузились но мы видим что довольно хорошее решение все довольно красиво выглядит давайте обратно 1к наше перейдем опять и закрасим уже в этот раз эту сторону вернем наше проецирование и так же по той же самой схеме все это закрасим так надо почему вот этот край у нас что-то не хочет краситься да бог с ним потому что прикроется железом здесь будет незаметно и что потом конечно нужно может рисунок мне как бы захотелось сделать такой стилистики черного потому что у нас и лезвие темное и металл на рукояти темный все таки в темных тонах и поэтому кожу мне захотелось тоже сделать темный так давайте перейдем опять в 3d посмотрим какие места где у нас не хотел прокрашиваться только вот здесь давайте здесь включим 3d так это изображение кисть поставим от камеры поэтому почему-то дело у нас не хочет закрашиваться проблемы с ювишкой ну ладно нам повезло хотя бы то что этот край у нас будет прилегать к телу персонажа получается вот эта вот часть же будет к его ногам и то есть если с этого ракурса сейчас если с этого ракурса будем смотреть то здесь мы ничего этого не увидим поэтому хорошо так далее вот эту вот штуку тоже можно покрасить в кожаный вот она у нас включаем трафарет так так включаю сюда нужно еще покрасить этот деталь все же сделать уменьшить наше кольцо так еще у нас там верхняя крышка где-то спряталась вот она так и вот этот кожаный пруд тоже можно покрасить под кожу кожаный пот это вот эта вот часть у нас кстати вот это что такое это совершенно не тот кусок который у нас не хотят закрашивать просто интересно давайте проверим давайте проверим чисто научный интерес уже откуда детали осталось я не помню я не помню откуда у нас почему-то тоже красить не хочет вот разрешение текстуры не позволяет не хочет купим проецируем и посмотрим нет кусочек ну это просто так здесь надо было тоже также сделать кожу кофе проецируем так сделали кожу теперь давайте по сути у нас ножны мы уже практически закончили нам остался металл для металла так зададим давайте назовем его skin сдаем еще один лейер него уже укладываем вот steel black нашел черный металл такой и его можно у нас здесь использовать секундочку я не туда закинул все включаем проекцию вот здесь уже base core заказываем нашу черную сталь давайте посмотрим здесь на прозрачно плохо видно с какой стороны нам лучше повернуть и наложить сделать у нас текстуры более качество вот в центре в самом окрасном уровне поэтому давайте на центре и провожу давайте ее повернем вот таким образом можно даже уменьшим чтобы литеризация получше так вот и так кисточку кубина убавим размер кисти и посмотрим вот это все а кстати наверное нет нет это вот часть у нас откуда белая так можно ее найти вот они скорее всего вот эта вот часть так возвращаем наш трафарет Сейчас мы его уже вот так поворачиваем, перемещаем. Неудобно красить иначе, смотрим, да это оно было, так это все закрасили, оно даже под цвет металл идет с кожей. Теперь давайте тем же металлом покрасим наше кольцо. Кольцо у нас вот здесь находится, оно уже что-то маленькое на него отображалось как-то у нас вот получается кожа как-то проецировалось на него, вот оно странно связано. Так, и теперь можно это же, так, видит, видит, вот сюда. Кольцо у нас, кстати, цвет, что кожа, что металла, очень сильно похож. И по сути осталось только вот эту вот часть сделать, потом вот можно этому все-таки цвет задать и ставить его белым. Для начала давайте я раскрасиваю вот эту часть, вот это получается и вот это нам осталось и соответственно вот эта вот обводочка. Так, возвращаем обратно, давайте повернем это вот таким образом. Немного увеличили кистью и пошли красить. Так. Завтра сразу ее вот этот вот чок покрасил наше. у меня остерка этой большой детали, она все равно будет в принципе находиться внутри и ее можно уже погрубее покрасить. То есть берем это, просто все это так многим образом красим. Так. Видите, что это на кожу без прицелков? Этого нам не нужно. Этого лиза. Платив вернемся в наш скин. Проекция опять вернем в наш скин. Проекция опять вернем в наш скинбэк. и вот здесь. Так. А почему не красить? А. Потому что наш скинбэк будет ниже. Все. Убираем трафарет. Мы можем в 3D вернуться. Так вот здесь у нас. Давайте на этот layer на проекцию опять поставим черный металл. Здесь начинаем вот этот вот догнать белой линии нам ни к чему. Так. Вот этот белый цвет у нас возможно закраситься, когда мы переделаем сюда. Здесь давайте все покрасим. Здесь тоже самое за порядком текстуры сидеть не будем. Оно тут все черное. Но наверняка и так все лежит хорошо. Если что вручную потом подгуляем. Самое главное тут тоже не перепутаться, врубоваться со своями. Своей это довольно хороший инструмент, но этот же хороший инструмент может нас легко сейчас запутать. Так. Переходим на UV и смотрим где у нас еще остались какие-то красные. Так вот тут у нас хотел. Он докрашен, но не совсем красивый. Вернем проекцию. Уменьшим наш шаг круг. Здесь таким образом проведемся. Тем самым затенем его. Так. Ну и в принципе все. Теперь давайте вернемся к нашему логотипу. переместим его на самом верх. И здесь у нас получается цвет color вернем. Давайте. Кстати. Кстати. Тут можно было менять направление солнца. А вот. С помощью шифта и правого правой кнопкой мыши мы можем менять направление солнца и сам подсветить нашим путем. Да. Но оно снизу, к сожалению, не светит. Ну хотя бы отсюда подсветим. Терна лучше светит. Вот так. И мы цвете настраиваем здесь на белый. Так. Давайте сохранимся в contrast. И попробуем у нас отобразить все наши текстуры. в качестве 4К. Чтобы посмотреть в итоге, что у нас получилось. anche quando Divino 15 2 2 1 2 5 3 3 5 все подгружается мы же хотим посмотреть на такой вариант а ведь почему с нами а потому что здесь на ступке все подзакрывались все загрузилось вот получается такой у нас меч получился довольно неплохо в принципе рассказать